Период острый, вы, наверное, уже сами почувствовали, и я специально попросил, чтобы мы собрались именно в этот день. После этого периода начального есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции, тем более, что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения, не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале, а в связи с тем, что меняется ситуация, меняется обстановка, очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить, и самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах. Естественно, что в этот раз мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего президента, потому что это не просто люди авторитетные, это безусловно люди, которые формируют мнение в нашем обществе, но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. И уже, когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят. Многих, очень многих, ну почти всех я вот посмотрел, и списки, и биографии. Ясно, что при подборе мы исходили из того, что получали рекомендации с мест, если нам нужна она была. Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился. Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти 2-3 недели, оставшиеся до выборов. Но при этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается. И проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов. Продолжение следует...